Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт о теракте в Дагестане и об ордерах на арест Валерия Герасимова и Сергея Шойгу. В воскресенье 23 июня вооружённые боевики напали в Дагестане на два православных храма и две синагоги, а также атаковали пост ДПС. В Дербенте террористы убили православного священника Николая Котельникова. Он был настоятелем тамошней церкви более 40 лет. Всего в ходе нападения погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. В соцсетях обсуждают причины, по которым стал возможен такой теракт. Их множество, и не последнее из них то, что Россия сейчас ведёт войну, отмечает военный эксперт Руслан Левиев в интервью Фалиде Курбангалеевой на её канале. Пока террористы отлично среди просто, условно, там инакоблыслящих, сказавших что-то не так, с чем-то не согласившихся, то, естественно, это там очень благодатная почва для настоящих террористов, те, которые приверживаются каких-нибудь радикальных течений, каких-нибудь террористических группировок. Поэтому, да, они сейчас цветуты пахнут. Плюс из-за войны у нас в России сейчас огромный рынок чёрного оружия, взрывчатых веществ. Поэтому, я думаю, достаточно просто приобрести... Ну, собственно, это не только по терактам мы видим. Мы видим это и по убийствам простым, обычным, как бы это синичным не звучало. То есть сейчас уже часто всплывает оружие, добытое с чёрного рынка, в разных преступлениях, совершающихся в разных регионах России. Ну, когда происходит какая-то война, возможно, активизация боевиков в разных регионах той страны, которая эту войну ведёт. Точно так же было и в 2015 году, когда Россия начала свою операцию в Сирии. И вот теперь история повторяется. Помимо того, что спецслужбы ищут террористов не там, где нужно, террору помогает ещё и то, что власти всегда готовы свалить вину на Украину или Запад, пишет проживающий в Украине публицист Роман Попков. А Бортников объявят, что исламисты планировали прорваться из Дербента и Махачкалы к украинской границе? Если серьёзно, очередной колоссальный провал ФСБ. Это вам не 15-летних детей за антивоенные листовки ловить и не поджигателей релейных будок. Тут надо работать, внедряться в диаспоры, выращивать агентуру из нацменов, разбираться в тонкостях радикального ислама, понимать эту тему не хуже, чем какой-нибудь британец Лоуренс понимал арабов и турок. А зачем внедряться и бороться, если всё равно потом сумасшедшие деды заявят, что за терактами стоят Киев и Вашингтон, а Мария Захарова с лицом пропойца это ещё и до всего мира донесёт. А звёзды лучше зарабатывать, охотясь за подростками в телеграм-чатах, чем вторая служба ФСБ, отвечающая за борьбу с терроризмом, и занимается. Владимир Путин теракт так и не прокомментировал, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент не планирует обращаться по этому поводу к россиянам. И это неудивительно, ведь по словам президента, исламисты не могут атаковать Россию, напоминает на своём канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев. Нынешняя политическая позиция Путина явно мешает российской системе адекватно реагировать на растущую угрозу исламистского терроризма. Путин публично заявил, что Россия не может быть целью исламистов. Ведь это противоречит путинскому нарративу о том, что Россия борется с глобальным Западом в интересах глобального юга. И как же так получается, что экстремистские представители этого самого глобального юга приходят в наши города и устраивают там теракты? Неудивительно, что ещё до окончания контртеррористической операции в Дагестане депутат Госдумы от этой республики Абдул-Хаким Гаджиев заявил, что за терактом стоят Украина и НАТО. Напомню, что точно так же власть заявляла об украинском следе в теракте в Крокусе, но никаких разумных доказательств этого так и не было предоставлено. Конечно, патриотичные блогеры уже нашли все нужные следы и в этом теракте. Сергей Марков. Теракт в Дагестане – это новый тип теракта, поэтому он отражает новую политическую реальность. 30 лет теракты салафитов были двух типов – или взятие в заложники, или атака на силовиков или органы власти. Сейчас первый теракт именно против православного священника, против другой религии, с явной целью спровоцировать погромы против мусульман и потом на этой энергии разжечь войну между религиями в России. А это большая стратегическая цель. И значит, ее поставила большая стратегически мыслящая организация. Кто это мог бы быть? Павел Данилин. Теракт в Дагестане – очередной пример того, к чему приводят искажения исторической памяти и подмена истинных ценностей, навязанными извне. Наши бывшие западные партнеры уже давно не скрывают цели нанести стратегическое поражение России. При этом все понимают, что на поле боя они это сделать не в состоянии. Поэтому тратят огромные усилия, чтобы разрушить нас изнутри. Но в эти заклинания пропаганды верить все труднее и труднее, отмечает оппозиционный публицист Сергей Пархоменко на своем канале. Вообще, конечно, отличная была схема этой пропаганды. Пусть в стране происходит что угодно, любые несчастья, самые какие-то дикие трагедии, самые жестокие преступления. Но это тем, кто работает на путинский режим, только полезно, потому что это дает возможность во всем еще раз обвинить врага, еще подогреть ненависти, еще поискать объяснений для войны, для агрессии против Украины. Ну вот, смотрите, они к нам идут, тут громят, жгут, убивают. А вторая задача этой схемы, конечно, это снять ответственность с себя. Потому что никто ни в чем не виноват. Мы не виноваты, говорят вам самые разные силовики. Вся эта полиция, ФСБ, Росгвардия, спецслужбы, прокуратура, все эти топтуны, все те, кто следят за вами, все те, кто избивают вас. А мы тут ни при чем, это все Украина. Кто же мог предвидеть, что Украина окажется так верломно, так жестоко, так бесчеловечно, что вот в Украине такие щадия ада придумают и все это на нас, значит, накинут. Ну, если не Украина, то англосаксы, НАТО, мировое антироссийское зло. Ну, в общем, вот все вот эти вот, но не мы. А мы тут ни при чем. Что-то в этой схеме сломалось. Вдруг оказалось, что вот эти заявления об украинском следе, они никому больше не кажутся реальными. Они совсем больше никого не устраивают. В них совсем-совсем невозможно поверить больше. Они ничего не объясняют. И они никак не помогают уйти от ответственности. Вот тут, например, выясняется, что режим совершенно беззащитен перед этой неизвестностью. На самом-то деле, делая вид, что он контролирует все вокруг. Проблемы, которые Путин решал в самом начале своего правления, вернулись. И очевидно, что он не может с ними справиться, пишет оппозиционный политик Михаил Ходорковский. Путин пришел к власти на волне борьбы с терроризмом. Помните знаменитое «в туалете поймаем, мы их и в сортире замочим». Под предлогом борьбы с террором начался процесс лишения россиян политических прав и свобод. На 25-м году путинского правления по террористическим и экстремистским статьям массово судят политических оппонентов, журналистов и активистов. А в стране происходит три подряд явно исламистских теракта. Крокус, Ростов, Дагестан. Перефразируя известное выражение. Те, кто готов принять диктатуру ради борьбы с террором, конечно, получат диктатуру. Но вот с борьбой с террором будет сложнее. Об ощущении возврата в 90-е говорит и политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня». У меня полное ощущение дежавю 20-летней и 25-летней давности. У меня полное ощущение той самой России, которую мы так хотели потерять и не потеряли. У меня ощущение, что действительно Путин как никогда молод. И эта молодость вернулась странным боком к нам. То есть у меня ощущение возврата в ту точку, от которой хотели убежать. У меня ощущение, что то, что сделало харизму и имидж Путина как спасителя России, во всех смыслах этого слова, но в первую очередь от того состояния нестояния, нестроения, которое всех тогда стало к концу 90-х и начале нулевых, и где именно внутренний террор был одним из самых вводящих в депрессию факторов. То есть вот это состояние, оно возвращается. И сколько бы раз я не повторял это, но вот эта гениальная фраза Даниила Гранина о том, что у русского бога изрядное чувство юмора приходит снова и снова на ум, потому что всё возвращается совершенно в других тонах. Мы реально понимаем, что Россия находится, всё-таки находится, как бы это ни говорили, как бы не целовали всякий Хамас. Вот Россия находится в состоянии реальной войны с международным исламским терроризмом. Это не просто какой-то случайный акт, это не какое-то отклонение от нормы, это война. Среди убитых боевиков оказались сын и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Амарова. Амарова после этого уволили и исключили из партии «Единая Россия». Он может предстать перед судом по обвинению в пособничестве терроризму. В том, что члены семьи местного чиновника оказались причастны к радикальной исламистской группировке, на самом деле нет ничего удивительного, пишет Аркадий Янковский. На Кавказе еще в большей мере, чем в других частях России, чиновники подгребают под себя выгодные и влиятельные сферы, проникают во все значимые структуры по мере возможности. И если с бизнесом и официальными постами во всех ветвях власти ясно, то вот окучивание радикальных подпольных сетей – это новый, но объяснимый факт. Это, безусловно, признак деградации официальной власти и зарождения параллельных воинственных приложений к ней, сродни тем же ЧВК. Только они куда опаснее криминальных, но подконтрольных силовикам формирований. Это абсолютные банды экстремистов, часто связанные с самыми радикальными международными сетями. В поиске опоры и самозащиты внутривластный криминал путинской России протягивает свои щупальцы в еще недавно немыслимые для себя образования и становятся адептом их. На Кавказе это так. Членство в «Единой России» любого начальничка – примитивная метка лояльности системе. А вот семейное членство в системе радикального террористического сообщества – это признак близкого конца государственности с вероятной, если не неизбежной, гражданской войной. Еще одна предпосылка для того, чтобы подобные теракты повторялись или даже переросли в гражданскую войну – это разрушение легальных механизмов решения споров, отмечает писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайф». Далеко не только Кавказ сегодня является очагом потенциальной гражданской войны. Гражданская война – это всегда реакция на разочарование. То, что сегодня в России происходит, многие описывают как революцию. Наверное, это так и есть. Консервативную революцию, конечно. Революцию архаическую, направленную в прошлое. Но она, безусловно, сама по себе довольно революционное изменение повестки. Тут вам и заколачивание окна в Европу, тут и яркая антиинтеллигентская кампания во всех сферах жизни, тут и радикальная смена элиты. Конечно, не столь радикальная, как хотелось бы нацистам, а нацисты элиты и не стали. Но, по крайней мере, Путин провозгласил новые элиты участников СВО и так далее. Так вот, никакой при этом духовной революции, никакого перелома в качестве жизни не произошло. И гражданская война всегда является следствием разочарования, когда поманила очередная возможность, и ничего не вышло. Так было в России с 1917 года, и уже с 1918 началась взаимная резня, большая смута. Не надо думать, что это явление чисто кавказское. Ведь просвещение, институты, какие-то механизмы решения споров, все это было, простите, уничтожено далеко не только в Чечне и не только в Дагестане. Все это уничтожалось по всей российской территории. А ведь насилие, как известно, становится единственным способом решения проблем, когда нет гражданских способов разрешения этого дела. Думаю, что с этой ситуацией Россия даже не столкнется в ближайшем будущем, а столкнулась уже сейчас. И возвращение нулевых – это свершившийся факт. Даже не нулевых, а тех самых девяностых, на которые все время кивают, как на время хаоса. Тем временем российские власти подливают масло в огонь, постоянно заявляя о своей поддержке исламистских движений по всему миру, комментирует оппозиционный политик Лев Шлозберг. Встречи с верхушкой Хамас на высшем дипломатическом уровне не проходят бесследно. Если государство не поддерживает терроризм, оно не будет обсуждать сотрудничество с Хамас. Если МИД официально заявляет, что рассматривается вопрос об исключении Талибана из реестра запрещенных террористических организаций, а этот реестр формируется, на минуточку, решениями Верховного суда, а не МИД, и об установлении дипломатических отношений с правительством талибов, не дожидаясь чего делегацию Талибана приглашают на международные форумы в Россию, то не удивляйтесь тому, как это читается радикальной исламской молодежью. В ее глазах эти террористические организации становятся нашими. Нельзя строить в Чечне фактически выпавший из правового поля жесткий клановый режим, которому федеральные власти платят дань и закрывают глаза на его преступления, и полагать, что такой пример не будет заразительным для соседних республик. Нельзя в борьбе с терроризмом быть одновременно по две стороны баррикад. А точнее, нельзя одновременно вести себя как террористы и бороться с террором. Неудивительно, что у российских властей так плохо это получается. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры и радио «Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свобода». Вы слушаете цитаты «Свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова. Об этом стало известно спустя считанные дни после годовщины Пригожинского мятежа. Совпадение стало в соцсетях темой многочисленных шуток. Остап Кармоди. Международный суд в Гааге выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова за то, что они не дали Пригожину снаряды. Станислав Белковский. Вполне возможно, что Евгений Викторович Пригожин таки жив и, сменив идентичность, перешел на сторону западных врагов Кремля. Как еще объяснить, что ордеры Международного уголовного суда в отношении генералов Шойгу и Герасимова выданы прямо в годовщину Пригожинского мятежа 2023. Шойгу и Герасимова подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре осенью, зимой и весной 2022-2023 годов. Сам факт выдачи ордера на арест значит, что у суда достаточно оснований считать их военными преступниками, поясняет эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев на канале Freedom. Если рассматривать это не только с точки зрения их персональной перспективы, а в целом в контексте дела, то это означает, что у суда есть достаточно доказательств для того, чтобы с высокой степенью уверенности утверждать, что они, да, виновны в военном преступлении. Дело в том, что ордер на арест Международным уголовным судом выдается не решением прокурора, а не в административном порядке. Этому предшествует определенное досудебное рассмотрение специальной палатой досудебной, которая взвешивает имеющиеся собранные в ходе следствия доказательства и постановляет, да, они выглядят достаточно убедительными, чтобы предполагать, что этот подозреваемый может быть ответственным за военные преступления и следует выписать ордер на его арен. То есть факт выпуска ордера на арест Международного уголовного суда уже накопилось достаточно доказательств, чтобы утверждать, что они персонально отдавали преступные приказы и являются военными преступниками. Это своего рода признание, иронизирует в блогах. Альфред Кох. Таким образом, Шойгу, уже уйдя с должности министра обороны, все-таки получил высокую международную оценку своей бурной деятельности на этом посту. Очень надеюсь, что и для него все закончится комфортабельной голландской тюрьмой. В тюремной робе он будет смотреться ничуть не хуже, чем в галунах и позументах, кои он так любит носить. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в похищении детей из Украины. В марте суд в Гааге распорядился арестовать еще двух военных, причастных к разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Это командующий дальней авиации Сергей Кобылаш и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Таким образом, число россиян, которых разыскивает Международный уголовный суд в связи с войной в Украине, достигло шести человек. «Мы не признаем юрисдикцию этого суда, мы не признаем этих ордеров, мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чиновникам вторят и сетевые патриоты. Телеграм-канал «Темник». Этот процесс не имеет никакого отношения к правосудию и справедливости. Подобными провокациями Запад поддерживает высокий градус русофобской повестки дня. Пока не изменится этот вектор, список выданных ордеров будет расти. Кирилл Шулика. После ордера в отношении Путина все остальное уже не имеет никакого значения. Потому что, во-первых, никто никого судить не будет, причем никогда. Во-вторых, политический эффект от решения Международного уголовного суда в отношении России уже исчерпан. Россия вступила в конфронтацию с мировым сообществом и загоняет себя в еще большую изоляцию, констатирует экономист Игорь Липсиц на канале Игоря Нугрэм. Россия на все это смотрит спокойно. Россия, ну как вам сказать, она выпиливается из мира, и мир ее из себя выпиливает. Поэтому эти все международные структуры для России никакого значения не имеют. Она теперь на особицу так же, как ей наплевать на какие-то решения ООН. Да какая разница? Никакой разницы нет. Поэтому, в общем, приходит время, когда надо решиться сделать миру большой шаг. Пока мир не решается, это исключить Россию из ООН. Эта тема уже обсуждается. Исключить Россию из Совета Безопасности, как вы знаете, нельзя. А вот исключить Россию из ООН, чтобы она потеряла пост в Совете Безопасности, можно. Юристы говорят, что это возможно. Тема уже обсуждается и дискутируется. Но пока мир не решается на это. Ну и, соответственно, вроде как бы Россия остается членом мирового сообщества. Но на это сообщество России наплевать. Она его не учитывает, на него не реагирует. И, в общем, более того, крайне болезненно смотрят на любые попытки российских граждан апеллировать к международным организациям. Пока что решения Международного уголовного суда действительно не повлекут за собой никаких непосредственных последствий. Однако после выдачи ордера на арест Шойгу и Герасимов потеряли возможность посещать 123 страны, подписавшие римский статут. На их территории российских чиновников ждет арест. Владимиру Путину, например, уже пришлось из-за этого пропустить поездку на саммит Большой Двадцатки в Рио-де-Жанейро. Хотя президент Бразилии вроде бы обещал, что не будет его арестовывать. Помимо практической стороны дела, у этого лишения есть и моральная составляющая. Комментирует публицист Игорь Яковенко на канале Форум Свободной России. Во-первых, это моральная, так сказать, это просто такая вот черная метка, которую Запад, евроатлантическая цивилизация посылает этим людям. И эта метка свидетельствует о том, что все, ребята, вы уже, вы преступники, международные преступники вас разыскивают, с вами будут разговаривать только в зале суда. Уже никаких переговоров там с тем же самым Шойгу, с другими, с Герасимовым и, ну, с прочими уголовниками типа Путина. Никаких переговоров в рамках, так сказать, с участием и на территории Европейского Союза, на территории Соединенных Штатов Америки, еще большого количества стран, которые подписали римский статут, никаких разговоров не будет. Это важно. Это важное политическое событие. Понятно, что это отсроченная история, но рано или поздно это может произойти. Поэтому это имеет, безусловно, значение. О моральной стороне вопроса рассуждает и украинский военный аналитик Алексей Копытько. Немедленных результатов эти решения не дадут, но это накопительный эффект. Даже армянские политологи обсуждают, а что делать, если указанные персонажи решат посетить пока еще союзника по ОДКБ. Придется ведь арестовывать. Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части света. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны должен быть опутан исками, чтобы от них шарахались даже в третьих странах. Те в РФ, кто поумнее, осознают, чтобы даже при идеальном раскладе снять инерцию токсичности, понадобится время и придется заплатить. Чем дальше, тем дороже. Поэтому больше исков, хороших и разных. О токсичности говорит и глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова на канале Александра Плещева. Романова цитирует опрос с канала «Разворот», который указывает, что сам факт выдачи ордеров многим не безразличен. Там я посмотрела опрос, сама проголосовала, сходила, насколько важен для вас выпуск ордеров. И меня поразило, что большинство, почти 60%, для людей важно, что этот ордер выписан. Хотя не дождется, вряд ли кто-нибудь из нас дождется ареста Путина, Попади, Шойгу, Герасимова и этих двух. Но Забелл пишет, что на самом деле эти ордера дикотоксичные. В чем токсичность? При этом вот этот вот ордер распространяется на окружение Путина и Шойгу тоже. То есть в любую секунду они могут тоже пристать перед судом вот это прямо как у нас. Ну, хорошо, если в качестве свидетелей, если ты осознал. А если заблуждался прямо дальше и по-прежнему настаиваешь, что все хорошо, значит, тоже будешь обвиняемым. На скамейке подсудимых Шойгу будет в компании уважаемых им людей. Иронизирует телеграм-канал «Дабл Ять». Шойгу говорил, что ему повезло когда-то работать с известными клиентами Международного уголовного суда. Милошевичем, Караджичем и Младичем. Сергей Кужугеточ, надеемся, про вас когда-нибудь при схожих обстоятельствах кто-то тоже сможет сказать такие слова. Дело Милошевича, правда, в ином контексте, вспоминает и Владимир Милов на канале «Популярная политика». Я хотел бы, чтобы это все двигалось быстрее. Потому что пока мы видим, что Международный уголовный суд, он только идет по таким очевидным подозреваемым. Самые топовые участники всего этого геноцида. Я реально помню в 90-е войну в Югославии. То есть, там, конечно, весь процесс... Ну, другое дело, что там был международный консенсус. И Россия тоже помогала, надо сказать. Довольно долго кооперативно участвовала, в том числе, в преследовании военных преступников. Но если вспоминать бывшую Югославию, то там они прям... Списки были большие сразу. Здесь не прошло и трех лет, как они вспомнили, что у нас есть Шойгу и Герасимов. Надо быстрее, конечно, работать. Но, с другой стороны, по этому и другим признакам мы видим, что вот эта международная машина работает так или иначе. И я думаю, она доберется в итоге до всех. Ну, вот еще раз, самое яркое такое очевидное последствие, что Путину сильно ограничили международные поездки из-за вот этого ордера, да. Не то, чтобы Шойгу с Герасимовым как-то сильно куда-то собирались ездить, но надеюсь, что этот список будет быстрее расширяться. Похожими мыслями делится оппозиционный публицист Игорь Эйдман на украинском канале ICTV. Ну, меня удивляет не то, что это произошло сейчас, а то, что это не произошло гораздо раньше. Потому что понятно, что и Шойгу, и Герасимов — это откровенные военные преступники, и за ними множество военных преступлений, множество крови в результате пролитой, в результате этих преступлений. Так что странно, что их раньше не выдали арест, ордер на их арест. И еще странно, что многие до сих пор, но многих других российских чиновников и силовиков ордер на арест еще не выдан. Совершенно понятно, очевидно, что какой-нибудь Бортников, начальник ФСБ, откровенный преступник военный, или начальник Росгвардии Золотов, откровенный военный преступник. И множество-множество других людей, на которых множество крови и преступлений в Украине, прежде всего, которые пока еще, к сожалению, ордер на них не выдан. Но я думаю, что все-таки дело времени, и уголовный суд раскачается, международный уголовный суд, и таких ордеров будет десятки, сотни или даже сотни. Потому что преступников военных в России действительно не сотни, даже а тысячи. Возможно, скоро военными преступниками признают все руководство страны. Иронизирует блогер Максим Мирович. Вообще забавно, конечно, наблюдать, как постепенно все путинское окружение получает путевки в ГАГу. Наверное, впервые в истории таким крупным государством управляет целая группа лиц, находящиеся в международном розыске. Решение Международного уголовного суда в ГАГе прокомментировал Владимир Зеленский. Они обвиняются в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок России критической гражданской инфраструктуры. Эти варварские удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб всей Украине. «Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой». «Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность – это единственный способ положить им конец», – сказал президент Украины. С вами была Аля Пономалева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Комментировать нас теперь лучше с осторожностью. В России это небезопасно. Но слушать нас и советовать нас друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok